Добрый день! Я занимаюсь исследованиями биосовместимых и биоразлагаемых полимерных материалов. В частности, мы работаем с полилактидом, то есть это такой полимер, который был создан на основе молочной кислоты. И при попадании в организм по истечении определенного срока, он разлагается до таких составляющих, как молочная кислота, вода и углекислый газ. И при этом полностью выводится из организма. И благодаря его уникальным свойствам полилактид можно применять в различных областях медицины. Например, самое популярное сейчас направление использования, это, конечно же, хирургические шовные нити, рассасывающиеся, которые сейчас очень популярны, которые пришли на замену шелковым нитям, которые облегчают процесс послеоперационный. Также есть такая проблема в остеосинтезе, то есть когда мы ломаем кости, они бывают ломаются со смещением, бывает такое, что бывают различные осколки. И благодаря тому, что вот наш полимер, он достаточно такой жесткий полимер, его прочность сопоставима с прочностью наших костей. И мы можем с помощью, в частности, также 3D-печати, то есть аддитивных технологий, исполгательных технологий, создавать различные объекты сложной геометрии для как раз таки репозиции от костных отломков. То есть представим, что кость она сломалась со смещением, обычно туда вставляется металлический штифт или фиксируется металлической пластиной, также используются металлические винты, но мы понимаем, что при использовании сплавов металлов нам нужно будет их также потом ударить. Но благодаря таким свойствам полимера, как биоразлагаемость, то есть он попадает в организм, мы делаем репозицию кости и он со временем после срастания кости разлагается. Причем при добавлении различных наполнителей мы можем сделать такой материал с контролируемой биорезорпцией, то есть мы можем примерно подгадать время, когда полимер полностью растворится в организме, когда он выведется. И также при использовании различных минеральных наполнителей в полимерной матрице, например, гидроксиапатита, мы можем влиять на рост костной ткани, то есть мы можем его ускорять, потому что наша костная ткань, эмаль наших зубов, состоит в основном из гидроксиапатита, такого минерала гидроксиапатита кальция и при добавлении его в полимерную матрицу, да, со временем он воспомождается и будет являться таким строительным материалом для наших будущих костных, для нашей будущей здоровой кости. Также благодаря тому, что этот полимер он термопластичен, то есть он обратимо перетекает в вязко-текучее состояние, то есть мы его нагреваем, да, придаем определенную форму и так далее, его методы переработки очень обширны. Как я уже упомянула ранее, мы можем перерабатывать его с помощью 3D-печати, да, изготавливать с него изделие любой сложной геометрии под практически любой запрос, и также мы можем его перерабатывать литьем под давлением, да, но мы, в частности, применяем экструзию. Мы получаем ультратонкие пленки от 5 до 100-200 микрон, да, в основном мы используем 10-ти микронные пленки. Зачем мы их делаем? У нас есть еще такая проблема, как ожоги. Во время ожогов, что у нас происходит? У нас происходят различные травмы кожи, да, некроз тканей, и есть большая проблема в мире именно с отсутствием, точнее, нехваткой донорской кожи, да, бывают такие проблемы, что ожоги, они бывают как бы большими, и для сравнения, вот наша одна ладошка, да, это 1% от всей нашей кожи, вот так вот примерно мы можем измерить процент поражения кожных тканей. И чаще всего при пожарах бывает такое, у нас страдает лицо, да, руки, то есть оголенные части тела, которые мы каждый день показываем обществу, и особенно при их травмах кожи, да, ну, кожных покровов на лице, руках, люди испытывают такой дискомфорт, да, бывает, что заживление, оно идет с рубцами, да, бывают некрасивые килоидные рубцы, и как раз-таки вот этот вот полимер, ну, мы вот полагаем, да, что в перспективе его можно будет использовать как заменитель кожи, то есть на такую тоненькую пленочку мы сажаем, ну, предварительно ее можем обработать, да, либо адгезивным фактором на остове желатина для того, чтобы клетки лучше прикреплялись к поверхности данного полимера, либо коллагеном, да, который также является источником питания для наших клеток. Подсаживаем мы туда фибробласты, это клетки соединительной ткани, они содержатся в нашей дерме, то есть в наших кожных покровах. И полученный такой, можно сказать, небольшой сэндвич, да, то есть полимер, адгезив и клетки, мы можем накладывать его на пораженные участки кожи, и при этом как раз-таки решается проблема отсутствия достаточного количества донорской кожи, и из-за того, что полимер, он сам со временем разлагается, да, то есть будет легче в постобработке, то есть в дальнейшем лечении нашего ожога, то есть при перевязочных процедурах, да, то есть с полным заживлением кожи, он потом сам рассосется, то есть мы при заживлении наших кожных покровах будем проводить меньше манипуляций, будем меньше травмировать нашу новую зарастающую кожу, что также приведет к уменьшению образования различных рубцов. И что я бы еще хотела сказать, вот по поводу 3D-моделирования, да, мы также создаем различные изделия на основе других полимеров, не только полилактида, да, но вот сейчас я вам показываю различные изделия вот из популярных, в основном для подростков, да, для молодежи изделий, то есть это тыква к Хэллоуину вот мы подготовили, да, как раз он у нас, это Бэйби Йода, фанаты Звездных Войн поймут, зачем мы это делаем, ну то есть мы это делаем не только для того, чтобы исследовать физико-механические свойства полимерных материалов, их структуру, если мы говорим о химической структуре, да, надмелькарной структуре, сейчас у нас есть такая, можно сказать, задача, да, это привлечение молодежи в науку об изучении полимеров со школьной скамьи, да, то есть дети, начиная вот исследовать потихоньку вот все, что печатается на данный момент на 3D-принтерах, это все печатается из полимерных материалов, как раз таки те материалы, которые исследуются в нашей лаборатории. И вот, начиная со школьной скамьи, мы привлекаем школьников, мы работаем с ними над различными проектами, в том числе я работаю со школьниками по своему научному направлению, да, то есть мы решаем проблемы вот медицинского характера с применением полимеров. И у нас на данный момент также в химическом отделении нашего университета есть школьники, которые поступили в наш университет, которые занимались с нами по научным проектам с 10 класса, то есть дети к нам приходят, занимаются в кружке и то есть у них уже просыпается со школьной скамьи интерес к науке. Я сама окончила Ктёмскую школу, затем я поступила в Томский политехнический университет, отучилась там 6 лет по направлению инноватика, это очень интересное направление, которое включает в себя и технические, и гуманитарные науки. И вот со школьной скамьи у меня всегда был интерес к химии и к физике, то есть я хотела реализоваться в этой области. И после окончания университета Томского я увидела, что есть набор в аспирантуру Северо-Восточного Федерального университета по направлению подготовки химической технологии, как раз таки полимеров и композитов. И данное направление мне показалось очень интересным. Вот я поступила в аспирантуру в девятнадцатом году, успешно ее окончила и сейчас занимаюсь исследованиями, как раз таки работой над своей кандидатской диссертацией, которая вот связана у меня с созданием вот таких вот гермальных эхилалентов, если говорить научным языком, проще это заменители кожи, для решения проблем. Также исследование таких полимеров может использоваться не только при термических ожогах с высокой температурой, потому что обморожение это у нас тоже ожог, механизм конечно немножко другой, но все равно идет некроз ткани, все равно мы утрачиваем кожные покровы, а так как мы живем в такой суровой, климатически суровой республике, у нас также бывают случаи обморожения и мы надеемся, что вот наши разработки в будущем они будут полезны нашему обществу, нашему региону в целом, будет решать наши проблемы. Но наука для меня в первую очередь это творчество, то есть это свободное творчество, потому что наука она, можно сказать, безгранична. Мы можем исследовать полимер с разных сторон, если мы можем использовать кучу-кучу различных наполнителей, то есть с помощью науки мы можем изменить мир к лучшему, то есть или разработать какие-либо изделия, которые сделают нашу жизнь комфортнее или продлят жизнь всему человечеству. Мы можем открывать новые фундаментальные какие-то знания, которые никто никогда не открывал, то есть в этом есть удовольствие, когда вот мы копаем в какой-то области, у нас есть какая-то гипотеза, и потом когда вот мы получаем результат, и особенно когда результат сходится с нашим ожиданием, это конечно прям великое счастье. И самое главное в науке еще мне очень нравится коммуникация, научная коммуникация, научное сообщество, оно у нас достаточно большое, и мне нравится, что в нашем научном сообществе мы как большая семья, то есть мы решаем какие-то проблемы вместе.